Безопасность Я хочу у вас спросить, знаете ли вы, что нужно делать, если в здании, где вы находитесь, начался пожар? Нужно выбираться из здания. Надо бежать, куда бегут все. Нужно закрыть мосер. Нужно спасаться. Спасаться – ключевое слово. Родители обязаны научить ребенка, как действовать в экстренных ситуациях. Сейчас мы находимся возле плана эвакуации. Лично я никогда со своими детьми, за что мне очень стыдно, не разглядывала эти картинки. Со мной рядом Сергей, это главный инженер управляющей компании, ответственный за это здание. Сергей, скажите, вообще часто ли родители задерживаются с детьми возле вот таких вот эвакуационных планов? Очень редко. Никогда не видел, чтобы люди приходили и стояли, рассматривали. Что вообще большая ошибка, большая часть людей. Игра «Найди выход» – самый лучший способ научить ребенка ориентироваться в здании. Начинаем с самых малых лет. Придя в любое помещение, 10 минут посвящаем изучению того, как мы быстро сможем его покинуть. Психологи утверждают, что малыш сможет действовать правильно, даже в экстренной ситуации, если четко будет владеть инструкцией. Мы подходим, когда плану эвакуации. Первое, на что смотрим, это условное обозначение. Нужно найти в первую очередь место, где вы находитесь сейчас. Попробуйте найти. Попробуйте найти место. Ева у нас самая старшая, сразу же нашла. Совет первый всем родителям и самый главный, чтобы каждый раз повторять ребенку о том, что ни в коем случае нельзя игнорировать пожарную сигнализацию. Вот как она срабатывает, Сергей нам расскажет. После сработки пожарной сигнализации идут приоритетные сигналы на отключение вентиляции, эскалаторов, траволаторов. Лифты при этом уходят на остановку первого этажа, уходят, открываются. И ни в коем случае никогда не нужно пытаться эвакуироваться на лифтах. Это не путь эвакуации, это техническое средство опасное. Никогда к лифту бежать нельзя во время пожара. Если нет давки, ребенок должен подойти к охраннику или любому другому работнику здания. Ни в коем случае не надо искать родителей и других членов семьи. Четко донесите это до ребенка. Необходимо покинуть помещение. Это единственный способ сохранить твою жизнь. Вот главные слова при разговоре. В хорошо оборудованных торговых центрах есть вот такие средства связи. Обязательно расскажите об этом своим детям. То есть ребенок может подойти, взять трубку и напрямую попасть к операторам, которые примут любую информацию, передадут ее и обязательно помогут ребенку. Сейчас весь интернет переполнен инструкциями о том, как спасаться при пожаре и куда бежать. В трех статьях я нашла такого рода призыв. Ни в коем случае не бегите на лестничную клетку. Там самая большая вероятность задохнуться. Это неправда. Это именно самый безопасный путь эвакуации. Это мощные вентиляторы, которые накачивают беспрерывно чистый воздух под давлением большим, которые, создавая избыточное давление, не дают проникать дым в эту лестничную клетку. Стены в лестничных клетках кирпичные обеспечивают полную безопасность людей. В течение рабочего дня двери, ведущие на эвакуационные лестницы, закрыты почти во всех торговых центрах. Когда срабатывает пожарная сигнализация, они разблокируются автоматически. Ну а мы с моими маленькими экспертами отправились в школу к преподавателю ОБЖ. Вот как раз в одном из учебных фильмов, с которого я обычно начинаю учебный год, он как раз посвящен теме пожаров в учебных заведениях в основном, там сказано очень простое правило. Вы можете использовать для эвакуации любые пути, но вы не должны забывать, чтобы у вас нет крыльев. А потому окно в высоких зданиях – самая крайняя мера. Расскажите детям о правиле описанного шарфика. Пусть малыши смеются, но это может спасти жизнь. Если ребенок почувствовал едкий запах дыма, а рядом нет воды, пусть снимет с себя любую одежду, помочится на нее и приложит к лицу. Так он выкроет время для того, чтобы не задохнуться и покинуть помещение. И обязательно поведайте о том, как вести себя в бегущей толпе. Основное правило – никогда не ходить против толпы. Это понятно. А если упал, то если не удается в течение нескольких секунд встать рывком, то только защищать голову любыми способами. Хвататься за ноги впереди идущего человека, пытаться встать, спасать свою жизнь. Дублируйте информацию спокойно, один раз в неделю. Владеть ею дети должны так же хорошо, как и взрослые. Редактор субтитров А.Семкин